Предварительные итоги вчерашнего голосования уже подводят во всей стране. В Рязанской области прошли выборы не только депутатов Госдумы. На дополнительном 16-м участке выбирали депутатов в областную думу. По результатам голосования прошел Евгений Баранкин. Явка в Рязанской области составила 43,22%, что стало результатом открытости, гласности и активного взаимодействия Центральной избирательной комиссии со СМИ. Я хочу сказать, что явка на территории Рязанской области хорошая. В Артольче, в общем-то, которые говорили, что явки не будут. Явка состоялась, достаточно серьезная легитимность имеет место, более 40%. Она позволяет утверждать, что выборы людьми сделаны, и мы должны согласиться. Выборы 2016 прошли с нововведениями. Если пять лет назад, в 2011 году, голосование проходило по пропорциональной системе, то в этом по мажетарной. Кроме того, появились поправки в законодательстве. Коснулись они института наблюдателей. В этом году наблюдатели обязали зарегистрироваться за три дня до дня выборов. То же самое предписали сделать аккредитованным журналистам. Кроме прочего, объявили мораторий и ввели статью в Кодекс об административных правонарушениях о недопустимости вмешательства в деятельность Центральной избирательной комиссии. Но применять санкции и удалять кого-либо из избирательных участков правоохранительным органам не пришлось. В целом, жалобы обращения, которые привели бы к нарушению деятельности избирательных участков в течение дня голосования, не поступало, как не было прямых нарушений и в ходе предвыборной кампании. Если мы понимали, что кто-то из партии готовит какой-то дискредитирующий материал недостоверный, хотя у нас нет таких полномочий отделять достоверность и недостоверность в виде ценных материалов, но тем не менее, мы приглашали, мы разговаривали, мы просили, мы разъясняли. Потому что наша основная функция – это провести кампанию в соответствии с законом, чтобы нам гражданам, нам по всех избирателей не велась грязь. И как-то соблюсти меры на привыче, чтобы у всех партий кандидатов человеческих лицов все-таки сохранилось. Прокомментировал выборы 2016 депутат Госдумы Андрей Макаров. Президент вчера сказал, мне кажется, ключевую фразу. Он сказал, люди понимают, что за пустыми обещаниями ничего не стоит. Люди устали от пустых обещаний. А для нас, мне кажется, самое главное – это то, что такой результат на выборах – это не повод пчевать на лаврах. Это огромная ответственность. Ответственность перед людьми, которые нам поверили. Поверили, что мы сможем сделать их жизнь лучше. Губернатор области Олег Ковалев поблагодарил избирком за организацию проведения выборов, а правоохранительные органы – за обеспечение законности и порядка. Кроме того, губернатор поблагодарил жителей области за гражданскую ответственность и активность. Губернатор забрасывали друг друга жалобами, жалобы эти рассматривались и так далее. Но нет ни одной жалобы, которая бы показала, что на выборы было оказано какое-то влияние на результат. Единственный человек, который определяет итоги выборов и судьбу выборов – это избиратель. Итоги, которые сегодня подвели в избиркоме, предварительные, но общая картина уже ясна. С сильным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая более 50% голосов. На втором месте ЛДПР с 15%, на третьем месте – 14% голосов за КПРФ. Следом идет «Справедливая Россия», едва пересекшая рубеж в 5%. Остальные партии до 5% барьера не добрались. Спасибо, поверьте.